Плаваем, плаваем, летим Здравствуйте, друзья! Вот если бы к дому можно было приклеить крылья и жить прямо в воздухе? Думаете, это возможно только в детских играх? Говорят, когда советский космонавт Алексей Леонов, совершивший первый в мире выход в открытый космос, отчитывался о своей работе, он сказал всего одну фразу. В космосе жить и работать можно. С тех пор прошло почти 50 лет, и сегодня космосом уже никого не удивить. В нем и живут, и работают, и даже развлекаются в меру своих возможностей. О жизни в космосе сегодня чуть позже. Между прочим, о жизни в космосе вполне серьезно писал русский ученый Константин Эдуардович Циолковский. Еще в позапрошлом веке, когда многие считали безумной саму идею космических полетов. Он писал о возможности создания на орбите летающих космических домов, которые называл эфирные поселения, и считал их промежуточными станциями при полетах на Луну и Марс. Прошло много лет, и космические дома уже мало кого удивляют. Называют их орбитальные станции. Орбитальные станции можно одновременно назвать и искусственными спутниками Земли, и космическими летательными аппаратами. Снаружи этот корабль оснащен огромными солнечными батареями, которые вырабатывают энергию для работы всех систем. Корпус и стенки орбитальной станции защищают ее обитателей от перепадов температур, радиации и космического мусора. Уже первые исследования показали, что работа в космосе очень перегружает организм и отрицательно влияет на физическое состояние человека. Поэтому на космических станциях обязательно стали размещать тренажерное оборудование. Разумеется, для поддержания гигиены на космических станциях не обойтись без душа и туалета. Также есть складские помещения для научного оборудования, приборов и инструментов, рабочие лаборатории и экспериментальные площадки. Разрабатывая космический дом, ученые предусмотрели все нюансы жизни космонавтов. Но самым сложным оказался вопрос, как все это поднять в космос. Самое простое решение – разбить весь груз орбитальной станции на отдельные модули. По очереди отправлять все составляющие на орбиту и уже там собирать. Для того, чтобы отправлять на орбиту модули для строительства орбитальных станций, в Советском Союзе разработали мощную ракету-носитель «Протон». Трехступенчатый вариант этого космического аппарата способен вынести в космос 20 тонн полезного груза. В нашей стране первая программа по созданию орбитальных станций называлась «Салют». Первая станция заработала на орбите в 1971 году. Станция «Салют-1» пробыла на орбите 175 суток. Вместе со всем научным оборудованием и солнечными батареями она весила более 18 тонн. Представьте, эта громадина висела в космосе у нас над головами. Станции второго поколения, которые начали разрабатывать в 1977 году, имели уже два стыковочных узла. Это означает, что к ней можно было пристыковать дополнительно два космических аппарата. Основные орбитальные станции новой программы «Салют-6» и «Салют-7», Кроме увеличенного рабочего пространства, на них были закреплены солнечные панели большей площади, а также специальный двигатель для маневрирования. Это позволяло улучшить стыковку в космосе и делало космическую станцию почти полноценным транспортным средством. Станция «Салют-6» пробыла 1763 дня на орбите, приняла 16 экспедиций. Станция «Салют-7» пробыла на орбите 3215 суток, приняла 10 экспедиций. Два космических «Салюта» были не просто рабочими станциями для космонавтов. Благодаря им ученые получили бесценный опыт жизни в космосе, провели уникальные научные исследования и заложили основу международного космического сотрудничества. Самым легендарным космическим домом была орбитальная станция «Мир». 20 февраля 1986 года ракета-носитель «Протон» вывела на орбиту первый базовый модуль «Мира». Это была десятая по счету космическая станция нашей страны. В отличие от станций первого и второго поколений, «Мир» имел множество новых технических решений. Самое главное из них то, что станция имела 6 стыковочных модулей. Это давало возможность построить на орбите целый комплекс. Станция «Мир» напоминала детский конструктор. Когда имея под рукой всего несколько модулей, можно построить все, что угодно. Весь комплекс «Мир» весил около 150 тонн. Для космического аппарата эта цифра казалась небывалой. Космическая станция «Мир» стала полноценным спутником планеты. В ясные ночи некоторые астрономы-любители наблюдали ее с Земли. Сегодня уже все специалисты в области космонавтики признали, что космическая станция «Мир» была уникальным инженерным объектом 20 века. Она совершила 86 331 виток вокруг Земли. После выведения на орбиту базового модуля в течение 10 лет один за другим к нему были пристыкованы еще 6 модулей. Комфорт экипажа обеспечивался двумя индивидуальными каютами. А собраться вместе космонавты могли в общий кают-компании, где находились рабочий стол, устройство для приготовления воды и пищи, беговая дорожка и велотренажер. В 1995 году на станции «Мир» космонавтом Валерием Поляковым был установлен рекорд непрерывного пребывания в космосе в течение 438 суток. Рекордсменом среди женщин стала американка Шеннон Люсид. Она пребыла в полете на орбитальной станции 188 суток. С 1995 года станцию стали посещать иностранные экипажи. На станции побывало 15 экспедиций посещения. В конце 90-х годов прошлого века на станции начались многочисленные проблемы из-за постоянного выхода из строя различных приборов и систем. Через некоторое время правительство России приняло решение прекратить деятельность станции. 23 марта 2001 года после 15 лет работы в космосе в 8 часов 59 минут 24 секунды российская космическая станция «Мир» была сведена с орбиты и затоплена в Тихом океане. Конечно, после затопления легендарной станции «Мир», которая, хочется сказать, проработала в три раза дольше расчетного срока, работы по освоению космоса не закончились. В 1997 году специалисты России и США совместно начали работать над уникальным проектом под названием «Международная космическая станция», которую у нас для краткости называют МКС. К проекту присоединилось Европейское космическое агентство, и этот космический летающий дом стал по-настоящему международным. 20 ноября 1998 года мощная трехступенчатая ракета «Протон» вывела на орбиту базовый модуль «Заря», которому предстояло стать основой МКС. Модуль состоит из двух частей – приборно-грузовой отсек и герметичный адаптер для стыковки с другими модулями и прибывающими космическими кораблями. Надеюсь, вам стало понятно, что базовый модуль напоминает вокзал для прибытия космических пассажиров. В декабре к нему пристыковался модуль «Юнити», который прилетел из США. Он стал началом американской части станции. Этот самый «Юнити» имеет еще шесть стыковочных портов для присоединения других американских космических кораблей. Точно так же был присоединен к базовому модулю и российский сервисный модуль «Звезда». Каждый модуль – это отдельный космический корабль со своими системами жизнеобеспечения и приборным блоком. 2 ноября 2000 года на МКС начал свою работу первый экипаж. В экипаже было три человека – американец Уильям Шепард и россияне – Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев. Перед ними стояла большая задача – подготовить станцию к дальнейшей деятельности. Они активировали главные узлы системы жизнеобеспечения и расконсервировали всевозможные оборудования станций. Портативные компьютеры, спецодежду, офисные принадлежности, кабели и электрооборудование, оставленные для них предыдущими экипажами грузовых шаттл, которые провели несколько транспортных экспедиций, снабжение к новому комплексу за предыдущие два года. Гидзенко, Крикалев и Шепард готовили почву для длительного пребывания землян в космосе и обширных международных научных исследований. МКС имеет площадь профессионального футбольного поля. Космонавты из разных стран там свободно общаются друг с другом. Никаких конфликтов и ссор там не бывает. Может, это и есть идеальная модель мира людей. Может, мы и потренируемся в космосе, а потом снова вернемся на Землю, чтобы сделать ее планетой радости. Сегодня мы поговорим о космических станциях и о международном сотрудничестве в космосе. Но об этом нам подробнее расскажет сотрудник музея Лидия Валерьяновна. Здравствуйте. 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 Рады вас видеть. Ну что, я аж даже теряюсь. Надо мной какая-то такая бандура. Я боюсь, как бы она не упала на меня. Она не упадет. Она очень хорошо у нас установлена. Первый раз 17 июля 1975 года два космических корабля, наш корабль «Союз» и американский корабль «Аполлон» произвели стыковку. В нашем корабле «Союз-19» летали два космонавта, Алексей Леонов и Валерий Кубасов. А после своего возвращения из космоса на своем корабле они написали «Спасибо». Спасибо всем, кто создавал корабль, кто готовил корабль к полету. А специально был создан переходной отсек. Это вот этот черный. Это вот этот черный, да. Он выводился с кораблем «Аполлон». Несмотря на большие... Да, немножечко «Аполлон» побольше, чем наш «Союз». Он даже и другой формы почему-то. Он другой формы, потому что вот такие корабли «Аполлон», они летали на Луну. Я помню с детства эти марки с изображением этого космического корабля «Союз-19». Вот видите, пристыковались. Посидели, чаю попили, да? Почти. И разлетелись по своим, по домам. В этом переходном отсеке космонавты встречались вместе. И все, что было сделано в этом полете, какие-то проводились исследования, все закреплено вот в такой книге. Называется «Дело об абсолютном рекорде». Об абсолютных мировых и мировых рекордах первого в истории космонавтики совместного полета космических кораблей «Союз» СССР и «Аполлон» США по программе научно-технического эксперимента «Союз-Аполлон». То есть международное сотрудничество, вот оно началось в 1975 году, продолжается до сегодняшнего дня. Корабль «Союз» стыковался к стыковочному узлу по осевой. И вот через этот переходной отсек, когда проверена влажность, проверено давление, температура, космонавты вплывали уже вовнутрь станции. Мы заходим с вами в станцию ненастоящую. Настоящая сгорела и утонула, так сказать. Она вошла и в плотные слои атмосферы, а потом в Тихий океан. То есть ее затопили? Ее затопили, да. Ну, она уже отработала в положенное свое время. А это дублер станции. Здесь мы... Здесь все как бы настоящее, как именно на станции? Да, интерьер настоящий, но не полностью. Иначе мы просто бы с вами войти не могли. А так свободно? В принципе, в футбол даже можно играть. До 10 человек космонавты могли принять сюда гостей. До скольких? 10 человек. 10 человек. Вот к тому люку. А, и вот оттуда они выплывали? Через тот переходной отсек космонавты и вплывали, как вот здесь вплывают наши. Давайте мы с вами сюда пройдем. Космонавты уже сняли с себя скафандры. Они в специальных костюмах. Специальная ткань костюма специальная. Да, конечно. Специальная пропитка. Так как здесь невесомость, то даже когда они дышали, они должны были преодолеть какое-то сопротивление. Очень много мониторов, очень много... Каждый монитор отражал место... А вот когда на Новый год, когда выходит на связь, именно вот через эти мониторы, да? Через эти мониторы. Ну, сейчас, конечно, более усовершенствовало все. Дайте почувствовать. Да, почувствуйте. А вот здесь у вас задание, которое вы должны выполнить. Прием, Земля. Земля. Как слышишь меня? Прием. Я орбитальная станция. Ой, а это что? А это вот такие символы у них. Они все должны знать. Поэтому я и говорю, когда космонавты заканчивают учебу в отряде космонавтов, а учатся они 4 года, они сдают экзамен по 90 предметам. Алексей. Сколько? 90 предметов. Я не беру в расчет физику, химию, математику. Вот это надо все знать. Надо как покушать, как бы заниматься зарядкой, как, если какая-то нештатная ситуация, надо сразу принять решение. Я думал, космонавтам так легко сел свой полетел. Конечно, легко. Ну, физическое здоровье только было бы и все. Тишины нет на станции, постоянно шум двигателей, постоянно работает вентиляция. Иллюминатор не откроешь, не проветришь, либо плюс 130, либо минус 110. Постоянно медицинский контроль. Вот здесь вы видите, постоянно медицинский контроль. Здесь в невесомости кальций вымывается из костей. Весь организм меняется. Меняется даже состав крови. Поэтому, да, два раза в неделю космонавты проводят забор крови, издвенный из пальца. Они сами это делают. Ну, а если вы поедите в космос, вот так вы будете спать. Стоя. Для нас стоя сейчас. Для них в невесомости по отношению к Земле безразлично, как спать. Фиксируется спальный мешок. Космонавт заплывает, застегивается. Здесь небольшая такая занавесочка и спит. Пища наших космонавтов. Это здесь лежит. Это холодильник, так можно сказать. Да, это холодильник, да. А там модуль квант, астрофизическая лаборатория была. Ну, здесь она у нас закрыта. А так туда космонавты перелетали и проводилось астрофизическое исследование. 18 тысяч научных исследований было проведено. Охватывало все области. И физику, и химию, математика, история, археология, медицина, культура. То есть растут растения, не растут, например, в невесомости. Потому что в модуле, у них был модуль природа, там находилась оранжерея по выращиванию растений. Кстати, нам на орбитальной станции Салют, которая была до станции Мир, впервые была выращена пшеница. И она занесена в книгу рекордов Гиннесса. Как выращенные в невесомости? В невесомости, да, в невесомости. Были доставлены яички, перепелочки, там вылупились птенчики. Летали мышки, летали тритоны. Мухи. Мухи, да, совершенно верно. А я смотрю, пылесос даже. Пылесос, они убирались здесь сами. Мамы здесь нет, сами убирались. Сами пылесосили, сами везде пыль протирали. Ребята, вы тоже помогаете своим мамам. Конечно, для того, чтобы полететь в космос и убирать. Убирайте за собой постель и пылесосите свою комнату. А где космонавты ходят в туалет? Вот, вот туалет. Здесь у нас представлен туалет и представлен умывальник. Ребята, это очень интересно. То есть это, я так понимаю, туда руки и голову, да? Руки, голова опускается, да. И оттуда как душ. Душ у них был в другом месте. Душ Шарко. А душа не было или был на остатке душ? Был, был душ. А в настоящее время на высоте 450 километров над нашей планетой находится Международная космическая станция. Наша страна, Россия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Канада, Европейское космическое агентство. Все астронавты нашей планеты летают на станцию, проводят космические исследования, научные исследования. Это продолжение, это настоящее нашего космоса. То есть это наше настоящее будущее. Это наше настоящее будущее. Спасибо вам большое за подробный рассказ, очень приятно вас слушать. Ребята, а с вами мы увидимся в студии. И, надеюсь, в нашем музее. Пора заканчивать программу и, так сказать, возвращаться на Землю. Чтобы окончательно убедиться в вашей отличной космической подготовке, я задам вам простенькую задачку. Известно, что МКС, пожалуй, самое быстрое транспортное средство, созданное человеком. Его скорость примерно 7,6 километров в секунду. За 92 минуты 53 секунды она облетает Землю. За день МКС делает примерно 15,5 оборотов. Посчитайте, сколько километров прилетает станция за один день по своей орбите. Ответы на эту задачку и вопросы о любой транспортной технике присылайте на страничку программы. На нашем сайте радостьмоя.ру Это была программа «Едем, плаваем, летим». Удачи вам на дорогах, в небе, в воде и на земле. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok